Эта фотография я делал в саду Крутовского. Вот, это сад, фактически музей. Там время остановилось. Просто остановилось. Когда я спрашивал работягу, который один там пашет за всех учёных, я теперь понимаю, почему они эти фотографии берут с 19 века. Он ответил, да, учёные приезжают, да. Чё делают? Садятся и пишут. А потом чё? А потом уезжают. Так вот, Елена Александровна Савинич чуть-чуть не стала хозяйкой этого сада, и не дай Боже из этого музея сделать передовое. Это как, знаете, как, делали, допустим, запорожцы, да. И вдруг поступает команда в самый верх от президента. Ну, запорожцы делают. А, у нас это Украина, ладно, политику не будет. Допустим, в этом вели АК. И вдруг президент страны грохает кулаком, или там премьер-министр, и говорит, срочно перейти на выпуск Мерседеса. А вы попробуйте с этого. Запорожцы сделайте Мерседес. Что надо делать? По аналогии с садом, пустить бульдозер. Правильно? Если по аналогии с садом. Вот. Регулярно обрезаю свои яблони осенью. Осенью. Примусь свои поэтапные инструкции. Вот. Еще один дурак. Натуральный, стопроцентный. Это человек, который лайфхак. Ну, поняли, да? Вот. Которому надо. Вот 10-11 тысяч человек ему верят. И они осенью будут обрезать. Осенняя обрезка и сразу просыпание спящих почек. До такой степени, что большинство даже не видят этого. Союз-то давать это не значит жить в саду. Вот я написал. Дучок, Казебаян. Ну, еще один пример. Я уже скоро от них отстану. Темирезису. Вот. Это пипинчик. Это красавиатский пипинчик у моего соседа. Вот скажите на милость. Вот эту фотографию. А, нет, ладно. Потом другую покажу. Скажите мне на милость. Нахрена ему эта самая обрезка? Он что будет? Больше давать. Если часть веток уберут, значит, они не будут плодоносить. Он бросит силы на восстановление. Но побеги первый год редко дают плоды. А вы еще на второй год появляются плодушки. Вот это все. Для меня это настолько дико. Я ничего понять не могу. Вы там с ума не сошли все? Вот я написал. Темирезису, я вас умоляю. Пожалуйста, ради страны, ради ваших же детей. Вот это к тому несоставящемуся спору, да? Фотография готовилась. Ну, просто раз уж она... Тогда ее тоже надо было ликвидировать. Раз я там ликвидировал этот спор. Ну, есть такое дело. Меня попросили стать итальянским судей. Но раз фотография уцелела, посмотрите, как это случается. Только тогда, когда делается обрезка или обламывается ветка. Вот. А почему сразу две? И почему самые верхние? Студентам это надо задать. Интересно, ответят или нет. Да? Вот здесь и произошел стимул. Это боковая привитая ветка. Боковая привитая. Вот. Она... Это все неестественно, неправильно. И если бы это был бы сениц, этой развилки бы не было. Вот я за вас, за будущих студентов, для молодежи отвечаю. Это боковая привитая ветка. Вот. Когда она боковая, ходят вот эти самые... Чуть не показал вот эту. Это случайно. Почесал и почесал. Вот здесь почесал. А то подумают, что я их за этих считаю. А они ходят. Чик, 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 чик. Вот. Как будто дерево их просит. Гепатогенные зоны. Кто-то из вас задал вопрос. Они все это открываются. Но у меня, когда вы увидите в записи, может не откроется. Но тогда это есть у меня в гостевой книге. Помните, да? Вот. Теперь. Вот эта фотография делалась недавно. Это Елена Александровна Савельевич. Так. Она возле очень толстого саженца. Который... Толстая штамба. Толстая ветка в нее внедрена. И с одной почкой. Я сегодня... Приехали новосибирцы. Вот. Раим так просто. Рау научите приводить. Да, пожалуйста. Я говорю, держите камеру. Взял и научил. За 15 минут. Все это заснял. Через несколько дней это выйдет. Там будет подробно. Поэтому я останавливаться сильно не буду. Самое главное. Дело в том, что... Обратите внимание. Здесь следы бутылки. Видите? Вот. Бутылка снимается, когда почка идет в рост. Все в порядке. И почему одна почка? У нас разошлись... Я все еще по две. А это питомник Сергей по одной. Почему? Ровненько растет. И больше похоже на... Сенцевый саженец. Больше похоже. Ну, здесь почти. Видите, какой похоже, да? Вот здесь тоже с одной почки. Ну, правда, это моя прививка. Я когда экономлю, я прививку делаю с одной почкой. Но с этим... С черенком. Не прививка почкой, а прививка с черенком. Ну, видите, фильм выйдет в черенковские дни. Так? Вот. И получается наиболее ровненький саженец и имеет более товарный вид. Ну, и экономика изрядная. То есть он может сделать прививку в два раза больше, чем делаю я. Вот. То есть технология не стоит на месте. Вот это вот сейчас... Знаете, как называется тема? Сильно рано или сильно поздно? Осенняя пересадка, она имеет два свойства. Сильно рано и сильно поздно. Угадать четко практически невозможно. Пусть я напоминаю. Осенняя я сказал. Почему? Потому что она имеет такое же значение, как и весенняя. Почему? Весной стоит только не дорезать или вообще не резать. Получаем 100% инвалида, так как корни не могут всё это выкормить. И мы имеем хиленькую крону. Нижние ветки скелетные мелкие. Потом... Ну, повезло мне. Смотрите. Вот она прижилась, да? Вот она выбросила вот эти ветки. Это дало такой, как вы знаете, козырь в руки этих самых... Как их обозвать-то? Ну, уже по привычке называю их темирязвицами. Когда происходит обрезка? Вот этот саженец, я не помню, это мой, это мой сад. Наверное, возможно, я его посадил. Возможно, я его даже привил на месте. Но вопрос не принципиальный. Вот. Вторая. То есть так. Пункт раз я раскрыл, пункт два. Когда мы делаем обрезку, так, и даже если её не делать, представьте себе, что я бы не обрезал. На второй год саженец, который до этого полудохло был посажен, с магазина, от кого угодно, даже не обрезанный. Почему-то именно верхние ветки становятся самыми мощными. Это случается сплошь и рядом. Так? Какова судьба нижних? Вот те дамы, они чисто механически, сговорившись, то есть одна другую поддержала, потребовали отрезать нижние скелетные ветки, потом саженцы, которые уже 7 лет, даже у нас, видите, которые дал вот такие, и уже, конечно, это было, ну, преступно, наверное, по крайней мере ошибочно, по крайней мере, да. А в таком возрасте это происходит с плачей рядом. Именно вот такой саженец дал повод специалистам, ну, условно называли специалистам, они себя считают шикарными специалистами, и так. Вот это слово шикарное у меня в голове застряло. Я такого никогда ни оттуда учёного не слышал. Вот. Так вот. Смотрим, как будет развиваться. Вот на этих ещё пройдёт год, и на этих мощных скелетных ветках, если, ну, я как советую одну отрезать так, она перейдёт в разряд трансцепенных. Сильно. А второй подряд тоже надо бы, но где-то там повыше. И так сформируется второй ярус. И на нём повиснут груши. А потом ёлки-моталки. А ведь это правда. Чаще всего на этих ветках красивый саженец, пропорциональный. То, что ветки смотрят вниз, это ещё один повод их отрезать. Это прямо ненависть к ним. А они все смотрят вниз. Ну, или почти все. Это второй повод отрезать. А первый повод главнее, друзья. Он звучит так. Они или плохо плодоносят, или не плодоносят. Уничтожить. Но при этом, если грушу вот так вот половину отрезать тут, половину тут. То есть укоротить. Загущение такое дикое получается. Страшное загущение. Она тут же возвращает свою эту крону. Помните, для чего крона нужна? Сохранить штаб сухим. Но они этого не знают. Специалисты. Вот. А второй ярус начинает нормально плодоносить. А этот нет. А тут их уничтожить. А другого способа как они как проклятие вот это обрезка на кольцо, обрезка на кольцо, обрезка на кольцо, обрезка на кольцо. И тут получается одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять страшных ран. И суммарная площадь, когда на кольцо, она такая, что это какое-то решето, а не штамп получается. Он ещё может продержаться, поблодоносить. Почему? Средняя полоса это не у меня, не это самое. Хакасия, Юг Краснодарского края, это не у меня. Это всё-таки, помните, там цифры были в среднем на семь градусов, средние на семь. Это не шутки, на семь. У меня холоднее. Ну, этот, спорт был с этим, когда-то много, от злобы буквально уже там потерял даже, как сказать, ориентиры. Ничего не соображал. У него получалось, что средняя полоса у меня ещё теплее. И вот, значит, если вот так следить за этим, то получается где-то они могут долго ещё продержаться, несколько лет. Но проходит ещё несколько лет и нету сада, нету груш. Они не выносят сырости. Просто не выносят. Везде, где сырое, вся западная сторона России сырость и плюс туда Приморье и прочее, прочее, тоже сырость. Почему так мало груш? Почему их практически нет? А если есть полукультурные, они более выносливые полукультурные. Но мороз держит. Но плоды ни на что негодные. Ведь мне же приходилось вырубать. И Чернобаев приходилось вырубать. Ура! Железов получил посылку. Смоленская крупная. У меня в Смоленской уже печёнка сидит. Я у себя привил, Чернобаев у себя. Потом берём, я топор, он пил. Понятно, да, для чего пила, топор. Вот это инструмент. Вырастили. Сколько лет потеряли. А чисто сладкие, извините, к ним нужен особый подход. Так же, как к хрустальному вазе. Можно, пожалуйста, вазу ударить по голове, если в ссоре. Можно даже аккуратненько маленький гвоздь забить. Но ваза-то хрустальна не для этого. Ей нельзя подходить с секатором, по большому счёту. Вот и получается. И вниз смотрят, обречены. Караул. Неправильное дерево. Вот это. А оно было просто, это ветка. Я же постоянно говорю, всё, что ребята, мы должны делать, это представить её вот так вот. И тогда всё станет на место. Сейчас, ага, поставили на место. Ладно, с ГПЗ разобрались, так. Значит, привать одной почкой или двумя. Хотите экономить одной? Я всё равно двумя. Почему? Вот уже не раз показывал. Две почки развиваются. Сейчас время привёк, поэтому тема у меня такая. Плавно сползла на эту тему. Две почки развиваются по-разному. То верхняя из двух, мощный росток, а вторая, скиренький. Явно, что природой предназначено быть плодовой веткой. Или наоборот, нижняя мощная, а верхняя, не большая, это самое. Вот. И вот, что такое, сильно рано, сильно поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова